Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! — Здравствуйте, Елена! — Сегодня хочу вам предоставить слово, чтобы вы рассказали, о чем наша программа. Вот раз за разом, каждую неделю мы встречаемся. О чем? Возможно, для тех наших телезрителей, которые к нам присоединились только сегодня. — Сегодняшняя программа или вообще, в принципе, цикл передач? — Ну, наша программа о психологии, о психотерапии в ее прикладном бытовом значении. То есть можно начать, ну, если коротко, описание или повторить это описание, о чем мы стараемся не делать программу. Мы в рамках психологии и психотерапии стараемся не делать программу экспертную такую, где наши зрители могли бы услышать конкретные советы, конкретные рекомендации, что делать в той или иной ситуации. Они у нас проскальзывают, но это скорее побочный эффект или побочный продукт сопутствующий. Если писать инструкцию, как к таблеткам пишется, там иногда написано сопутствующий эффект. Вот сопутствующий эффект и основное — это какие-то рекомендации. Вот. В основном, да, эта программа не о, значит, рекомендациях, не о какой-то такой четкой выверенной последовательности, как вылечиться, как быть здоровым. Ну, программа о том, что, собственно, симпатично и ценно для меня может быть в первую очередь. Это эгоистическая передача, ну, с моей стороны явно. Мне интересно думать, мне интересно размышлять над какими-то вопросами, с которыми приходят люди ко мне, как к психотерапевту и психологу. И интересно размышлять об этом вместе с людьми. И это не размышление на лавочке, это не отвлеченный какой-то процесс, это как раз то, что касается оздоровления, то, что касается лечения. Но если говорить еще так, завершая мой спич, можно сказать, что наша передача носит такой профилактический характер. То есть, эта профилактика заключается в том, чтобы пробовать увидеть какие-то моменты, какие-то вопросы на стадии, не на стадии еще уже болезни, а на стадии вот такой предболезни. Может быть, болезни не случится. Не знаю, насколько вот понятно. Хочу добавить к вашему спичу про размышления. Действительно, у нас разговор, основу для которого создает и ваша профессиональная деятельность на протяжении 20 лет, как практика врача-психотерапевта, и вот вся теоретическая база, в которой есть какие-то знания. Но здесь мы пытаемся об этих знаниях тоже говорить понятным, доступным языком. Ну да, Елена, еще один, безусловно, важный компонент – это передача, как нагретая беседка, нагретая, я не знаю, чаем, разговорами, в которую мы приглашаем наших зрителей присоединиться в какой-то момент со своими вопросами, со своими комментариями. И иногда они приходят, садятся, вместе с нами размышляют, разговаривают. И для меня ценность разговора, ценность размышлений таких, где мы можем выйти из привычных диагностических критериев, привычных названий. Ну, например, сейчас все пользуются словом депрессии, или все пользуются словом абьюз, пограничник, нарцисс и так далее. Но постоянно использование этих слов делает эти слова такой выгребной какой-то ямой, нехорошим таким местом, куда нафаршировано много чего. И мы говорим друг другу, он нарцисс, или я нарцисс, или еще кто-то, и не понимаем, о чем идет речь. То есть использование слов в этом смысле не упрощает ситуацию, а усложняет. И вот разговор, попытка разговора бытовыми словами, поэтому я стараюсь избегать каких-то специальных терминов, это осознанная процедура. Попытка этого разговора – это вот предложение разговора, который, может быть, люди будут вести у себя на кухнях, в спальнях, в машинах друг с другом, с детьми, с близкими и так далее. – Хочу напомнить нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Пока в продолжении вашего разговора, вот вы упомянули депрессию, нарцисс, даже нарциссическое расстройство люди сейчас произносят, ну, практически как диагноз. И этого так много, так много вот этих посылов «будь собой», «сделай себя сам», что, как мне кажется, ну, глядя на некоторых со стороны, люди настолько увлечены этой темой, и как будто бы мир предоставляет очень много возможностей и свободы, но при этом они чувствуют себя запутанными и уходят как раз вот в какие-то апатичные такие состояния, потому что, да, возможностей много, но куда принкнуться, что сделает меня собой, как я могу сделать себя сам, получу ли я одобрение от окружающих, если я буду делать вот так-то, или, наоборот, не получу ни поддержки, вот не становятся ли вот эти современные посылы ловушкой какой-то для людей? Ну, становится, и мы предварительно с вами об этом говорили, и сейчас вот то, о чем вы говорите, это часть вопроса, который мы обсуждали, но я вот, может быть, какую, как мне кажется, простую мысль, мысль-растяжку такую, если можно сказать, между двумя полисами хотел бы положить в основу разговора. Вот люди, которые, и мы, я сейчас так вот собирательно говорю о нас, о специалистах, в общем, постарались, чтобы так случилось. То есть у нас были свои задачи, сейчас поясню, чтобы как случилось, чтобы у людей возникла мысль, у наших сограждан, да, у людей, которые не увлечены профессиональной психологией, психотерапией, возникла мысль, что психическая патология, психические какие-то нарушения, ну, мы сейчас не берем, как сказали бы, значит, психиатры эндогенного характера, то есть те нарушения, которые там наследственно передаются или у которых вот этот биологический фактор очень выраженный, да, и то мы сейчас, ну, например, шизофренические расстройства, да, в основном они эндогенные. Ну, или там травмы мозга, которые… Или органического, да, какого-то характера, но у них всегда есть такая надстройка еще психологическая, безусловно. Так вот, возвращаясь к мысли, к мысли растяжки, в основном люди приходят сейчас с такой идеей, я болею или там кто-то болеет депрессией, тревогой, ну, или у него есть такие жалобы, да, там нарушение веса, ну, и так далее, так далее. Бессония, мы массу перечисляли, да, компульсивные какие-то, навязчивые вещи. Человек болеет, потому что он не живет свою жизнь. То есть, вот, ну, как будто такая простая, очень симпатичная на определенном этапе идея, и если мы почитаем классиков психотерапии и психологии, так или иначе эта мысль там звучит, да, то есть если мы… и сейчас она звучит. То есть это как будто бы тоже как диагноз, человек не живет своей жизнью, поэтому… Ну, как будто идея… Если не случаются вот такие неприятности. Такая идея, да, то есть если вы болеете, если у вас что-то, если вы обратились к психологу и психотерапевту, давайте посмотрим, это может быть прямой вопрос специалиста к пришедшему, а может быть вопрос, который специалист держит в голове, давайте поищем, где он живет не свою жизнь. Ну, то есть, или, говоря другими словами, где он не близок к самому себе, да. И вот из этого, ну, многолетнего подхода возникло, в том числе из этого, да, там есть еще некоторые аспекты, возникло такое настойчивое желание, то как раз о чем вы сказали, настойчивое желание людей вот становиться самими собой. И сейчас масса… Мы тоже как-то этого касались, еще раз коснемся, еще, наверное, будем касаться масса специалистов, которые подвязаны к этой идее, да, давайте мы поможем, потренируем, раскроем, чтобы вы были самими собой. И как бы, как будто в этом заложена идея, что чем ближе вы будете к самим себе, тем лучше нормализуются все ваши другие отношения. То есть, тем больше вы придете к норме, условно говоря. Мало того, что к норме, вы еще какие-то, как сейчас говорят, бонусы, плюшки получите. То есть, чем ближе вы будете к самим себе, тем лучше вам будет устроить, нормализовать какие-то романтические, любовные, сердечные отношения, отношения супружеские, отношения с детьми, бизнес и так далее, и так далее, да. То есть, вот это вот птица счастья, идея приближения к себе, она стала такой птицей счастья, да. Но мы превращаемся в делателей счастья, собственно, я бы так даже сказала. Ну, я бы сказал, преследователей, да, преследователей, делателей. Здесь, безусловно, есть рациональные части, очень важные. Люди все больше, может быть, да, стали интересоваться своей индивидуальностью, вопросами отношений, вопросами коммуникации. Но мы сейчас с вами говорим, и мне важно было это подчеркнуть, потому что это все больше звучит, по крайней мере, да, что у этой стороны перегиб начинает появляться. Вот перегиб, мы с вами обсуждали, что люди, которые приходят в кабинет к психологу, к психотерапевту, очень часто сразу на первой консультации задают специалисту вопрос, я нормальный или я ненормальный, ну, когда человек там с своими переживаниями. И я хочу вас спросить, как человека теоретически подкованного, если брать какой-то исторический экскурс, ведь понятие нормы менялось. То есть сейчас норма как будто бы, это если человек интересуется всем и вся, если он через какое-то время становится экспертом в какой-то области, которая, возможно, до этого была для него далека. Ну, если брать 30 лет назад, и тут вы мне поможете, там специалисты с приставкой «пси» цель преследовали к другой норме, то расскажите об этом, потому что наши телезрители, возможно, не все в курсе, как вот это понятие нормы развивалось, менялось, преобразовывалось. Ну, по поводу вопросов нормы, очень много копий сломано и, видимо, будет еще сломано, и не только, кстати, психиатрами, не только, потому что норма – это не только медицинская категория, да, норму исследуют философы, норму исследуют социологи, да, норму исследуют психологи, безусловно, да, и у каждого свое понятийное насыщение, да, того, что есть нормы. Допустим, Фуко, известный французский философ, вот с философской стороны исследовал норму, кому интересно, можно заглянуть, его масса работ написана, да, в том числе он исследовал вот в этом историческом аспекте норму, дабы не углубляться и далеко не улетать, мы действительно можем говорить, что понятие нормы изменяется, и оно продолжает меняться сейчас, в том числе в институциональном смысле, то есть в том смысле, в котором эта норма зафиксирована в каких-то документах, то есть у нас сейчас, ну вот совсем недавно, условно говоря, да, вышла международная классификация болезни 11-го пересмотра, но для врачей-психиатров и не только для всех врачей, поскольку это классификация болезни, это вот руководство о том, что мы считаем нормой, по крайней мере в статистическом смысле, да, что мы считаем диагностическими критериями и как мы смотрим на пациента через наличие этих диагностических критериев, их количество, их сочетание, можно ли их собрать в какую-то нозологию, то есть болезнью, определить какую-то болезнь и так далее, и так далее. Тут отдельная еще история, потому что медицина, психиатрия в частности, во многом была сугубо такой субъективной или сильно субъективной, да, собираются пять профессоров психиатрии, мы тоже об этом говорили, десять, и каждый выносит свой диагноз. И в общем, и для самих коллег, ну они с этим смиряются, кто-то одной школы, кто-то другой, кто-то, но для социальных институтов это, конечно, непорядок, и мы этот непорядок видим, когда, мы тоже об этом говорили, случаются какие-то вот расстрелы, да, людей, и вменяемые, невменяемые, люди хотят знать, да, это психически неуравновешенный был, больной и так далее, и когда коллеги-психиатры не могут прийти к одному мнению, это вызывает вопрос. Второе, это, конечно, страховые компании, которые требуют для выделения денег понимать, есть симптом, нет симптома, ушел, не ушел, но тоже, чтобы в детали не входить. Вот, понятие нормы изменяется, понятие нормы сейчас прямо в, хоть и международная классификация болезни, она опыт всего мира как бы собирает, но мы можем сказать, что где-то какие-то нарушения будут считаться нарушениями, да, а где-то их, ну, на них сильно не будут, ну, например, на вопросы избыточного веса, то есть сильный культуральный какой-то контекст, да, как на определенной территории, в определенное время смотрят на вопросы пола, на вопросы веса, на какие-то поведенческие вопросы, да, аутизирован человек или не аутизирован, нашел он себе работу или не нашел, да, ну, я не знаю. У нас мощным показателем в России является показателем социальной адаптированности наличия работы у человека, то есть это признак хороший, чем есть ли у него нету, да, значит, он выключен из этого процесса. Вот, поэтому норма меняется с этим сложно специалистом, хотя у каждого выучившийся на текущий момент врача, по крайней мере, есть понятие о норме, но и нашим пациентам сложно. Они приходят и пытаются задать этот вопрос, почитав интернет, там, какие-то книжки и так далее. Я не знаю, в рамках вопроса я, Елена Вашова, у меня просили, что там 30 лет назад было нормой. Да, у меня, наверное, задавая вопрос, у меня был свой собственный ответ, но Вы предложили какой-то новый разворот. Я, наверное, больше имел в виду, что, насколько я знаю, 30 лет назад задача стояла этих пациентов социализировать как раз, чтобы они трудоустроились, там, пошли учиться, завели семью, и вот все, считалось, что цель достигнута, в лечении прошло успешно. Как сейчас определяется понятие нормы? Вот выздоравливающий человек, выходящий из кабинета и прошедший определенный путь лечения. Но Вы уже упоминали, специалисты работают в разных парадигмах, тогда для каждой парадигмы своя норма? Ну, если мы говорим о психиатрии, то психиатрия в одной парадигме, в общем-то, находится, да, и МКБ-10 – это главная ключевая позиция. Если мы говорим о психотерапевтах, психотерапевтах медицинской направленности, то есть о врачах-психотерапевтах, они тоже, в первую очередь, по образованию психиатры, и так или иначе, они завязаны на МКБ-10, как минимум, в своих отчетных документах. Но при этом у них сейчас у этих психотерапевтов, пусть и врачей, пусть база у них медицинская, у них все равно есть приверженность к гештальтерапии или к психоанализу, к когнитивно-поведенческой. Елена, я вообще думаю, что иногда я более категоричен в этом вопросе, иногда менее. Я иногда думаю, что, может быть, людям, которые приходят за помощью, неважно, в какой школе принадлежит специалист. Ну, конечно, они вряд ли это знают, тем более, как бы специалисту. Я имею в виду, что даже в том смысле, что если специалист помогающий, если он берется лечить, да, то, может быть, мне, по большому счету, не так важно. Я, конечно, ну, какие-то виньетки, да, я, конечно, может быть, спрошу, а что это будет? Мы будем разговаривать или я буду, например, сидеть, а вы будете, там, в спокойной обстановке мне что-то говорить, да. То есть мне бы хотелось поговорить, например. А вот это вот поговорить, оно может быть упаковано и оформлено в совершенно разных каких-то концептуальных вещах. Тут много всего, вплоть до того, что, вот вы назвали школы, там, гештальтерапии. Мы тоже об этом с коллегами разговариваем, это тоже очень интересный вопрос, там, гештальтерапия, психоанализ. Ну, вот так вот садишься и смотришь, что человек, который говорит, что то, что он делает, гештальтерапия, на мой взгляд, например, выглядит как гипнотическая терапия, да, или человек, который делает психоаналитическую терапию, похож на когнитивно-поведенческий подход. Ну, то есть здесь тоже, это все больше про идентичность специалистов, да, про то, а я к какой школе принадлежусь. Для специалистов это очень важно, принадлежность школе и опора на, так сказать, на предшественников. Это отдельная история, да. Это про норму специалистов. Да, я тоже подумала, что мы больше ушли в разговор про специалистов. У специалистов тоже свои нормы есть, я вот о чем. Хочется вернуться, наверное, к обычным людям, если можно их так сказать, назвать. Мы несколько передач с вами посвящали, и, наверное, будем посвящать, теме подростков и утрата смыслов. Хочу сейчас вас спросить, мы тоже предварительно перед программой обсуждали вот это понятие нормы. Как это вообще связано с тем, что подростки сейчас вот уходят в такую психопатологию, да, ее становится все больше, они все больше начинают транслировать поведение, которое не укладывается в нынешние современные социальные нормы, можно так сказать. Что происходит, на ваш взгляд? Эти дети заморочены вот этим большим количеством требований, которые сейчас предъявляют окружающий мир. Им сложно сориентироваться. Что-то об этом, может быть. Да, Елена, я думаю, что… Сама вот я поняла, что я не могу точно, наверное, сформулировать вопрос, что хочу спросить. Ну, здесь и то, и другое, и третье – количество психических расстройств, психических нарушений. Я сейчас статистикой не владею, это можно всегда заглянуть. Ну, какие-то заболевания, например, в популяции, ну, сохраняются там какой-то процент из года в год, из десятилетия в десятилетие. Они могут видоизменяться, но в принципе. Вот если объединить ваш вопрос и понятие нормы, ну, безусловно, мы, взрослые, в том числе и в психическом смысле, предлагаем какую-то нормативность своим детям. Назовем это так, да. И эта нормативность может быть и в первую очередь кажется нам адекватной, кажется нам взрослой, назовем это так, такое еще слово есть, да, и так далее, и так далее. Большой вопрос, как дети, как подростки в эту нормативность входят, как они в нее попадают, как они ее усваивают. Это, конечно, не процесс одного дня и не одного года, но в принципе есть вот как раз этот подростковый период, когда вопросы нормы, вопросы границ, вопросы правильного или неправильного поведения, поощряемого или непоощряемого, они звучат максимально остро. И в силу возраста, и в силу созревшего уже психического мозга и психического аппарата развитого, да, возникает этот вопрос, кем быть в данном случае не только в плане профессии, да, но и в плане вот массы еще других вопросов. Судя по тому, что мы сейчас видим, понятие нормы будет продолжать пересматриваться. Я вижу тенденции такие очень очевидные, однозначные к обращению традиций, к традициям. Посмотрим, что это значит, что это нам даст, вот, сможем ли мы эти традиции сохранять укрепленными. Ведь вопрос не в том, что плохие или хорошие традиции, вопрос в том, за счет чего они поддерживаются, да, как мы те, как мы традиции отношений передаем нашим детям. Мы эти традиции, ну, так сказать, озвучиваем, описываем, вводим, но сами, например, не придерживаемся, да. Или мы вводим, а дети сами как-то вот что-то из жизни выхватывают и, ну, не знаю, пытаются как-то сориентироваться. Они выхватывают то, что видят, они выхватывают дети, исследователи, как это, если сравнить нашу жизнь с королевством зеркал, то есть те части зеркал, которые отражают, ну, почти неизмененно, назовем это так, реалистично. Но ведь подросткам и большой части взрослых интересно заглядывать там, где отражение, ну, как будто искажают или показывают как-то по-другому. То есть это всегда маргинальный вопрос, это всегда вопрос края, да. Эти дети всегда, и, может быть, первый и последний раз в жизни до этого края доходят и смотрят в отношениях, в выборе объекта деятельности, а потом как будто успокаиваются, да, и этот край куда-то конкретно от каждого человека отодвигается. Они остаются вот в этом пространстве нормы. Вот, тут есть еще один момент, я прям коротко о нем, не зря, может быть, вы вопрос задали. Я вижу сейчас такой процесс, что, по крайней мере, вот как раз с этими молодыми взрослыми, ну, назовем так, 18-22 этот возраст, когда эти молодые взрослые в нарушениях, то есть примерно процедура такая, они приходят с нарушениями какими-то психическими, как будто работа специалиста в том, чтобы их оттуда вызволить и ввести в норму, скажем так, да. А эти люди, эти ребята ждут специалиста на своей территории. Они не готовы выходить, в силу разных причин, они не готовы выходить в эту нормальность. Может быть, чувствуя, что интерес будет к ним потерян, как у специалистов, так и у родителей, и у всех остальных, да. Может быть, они чувствуют холодность текущей нормы и формальность текущей нормы. И они ждут людей в своем пространстве патологии, назовем это так. И вот я сейчас думаю, что для специалиста очень важно понимать и уметь туда шагнуть, в это пространство. Да, самому не нарушиться сильно, благо для этого есть личная терапия, интервизия. Но и при этом уметь в этом пространстве быть и слушать то, что ему скажут подросток, молодой человек. Наверное, у нас под занавес программы хочу успеть рассказать про свой пример, потому что мы сегодня про норму говорили, про то, что она меняется. На днях я общалась с девочкой-первоклассницей и с ее мамой. И девочка пошла в школу, уже прочитав там произведения классики мировой литературы. И я подумала, вот мы когда в школу шли, можно было идти, не умея читать первый класс. И когда я восхитилась ее этими способностями, она говорит, вот хорошо, что не слышит моя одноклассница, говорит мне эта первоклассница. Говорит, потому что она уже в первом классе написала несколько приложений. И я была в шоке как раз от того, что нормы меняются, и как быстро мы придем к тому, что это будет норма. Первоклассники идут в школу и уже пишут сами приложения, создают сайты. Как нам тоже самим поспевать? Ну, я думаю, что это очень похоже на то, что может быть и перед этим происходило, когда первоклассники писали музыку, доказывали теоремы физические, и играли в шахматы удивительным образом. Наверное, в этом смысле повторяется. Может быть, они нам задают какие-то параметры нормы или требуют их пересмотреть. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо, уважаемые телезрители, что были с нами, смотрели. Всего доброго вам. Всего доброго. До свидания. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин